здравствуйте друзья у нас сегодня четверг а во вторник позавчера были выборы в нескольких штатах на разные должности там по всякому было наиболее заметных таких ярких было два это губернатор выборы губернаторов в штате нью-джерси и в вирджинии но выборы в вирджинии привлекли больше внимания там как бы сказать штат вирджиния по населению больше похож на всю страну и много было разных мэров выбирали там в нью-йорке например и в общем то более-менее демократы достаточно достаточно успешно провели эту кампанию за исключение вот одной этой позиции существенной позиции это губернаторы штата вирджиния и аналитики начали будут все все сезон что произошло как произошло какой из этого вывод значит на будущее выпустили существенные выборы это через год так это все по мелочи не имеет значения особого но вот через год кто сохранит контроль за палатой представителей получит контроль и сохранит который сенат вот это вот вопросы существа и очень интересно получил вот чем интересны выборы в вирджинии значит идет отработка каких-то алгоритмов успешного функционирования под последующие выборы через год значит в сентябре когда были выборы попытка отзыва губернатора калифорнии демократам удалось собственно им республиканцы помогли в этом абсолютно очень хорошо но им удалось уйти полностью от обсуждения того что за губернатор чего он там натворил хороший для губернатор и тогда эти вопросы все ушли на первый план вышел вопрос вот трамп если ты голосуешь за вот этого ты голосуешь за трампа а трамп его поддерживает а он весь клянется там верности трампу там хайл трамп все дела и проигрывает он проигрывает и демократы г ага значит выигрышная стратегия на выбор состоит в том чтобы уйти от обсуждения конкретики и выйти на более высокий уровень и сказать нам нужен вот еще один трамп вот тут вот нам нам свой трамп нужен или нам уже вот уже хватит трампа и надо сказать что трамп в целом среди своих сторонников очень популярен но среди населения в целом не очень скажем так среди демократов совсем не популярен среди независимых примерно на уровне там может быть 30 процентов но на 70 пойти вот и вот на этом уровне он проигрывает целом по стране поэтому безусловно есть штаты совсем республиканские ли там совсем демократически преимущественно демократически республиканские там проще а вот там где начинаются колебания вот такие как нью-джорси например или там даже вирджиния где все это туда-сюда ходит надо сказать что вот этот вот товарищ который стал снова губернатором сохранил позицию губернатора это первый случай с 1977 года понимаете да сколько времени прошло 77 года это первый случай когда демократ губернатор был переизбран на второй срок то есть бывали демократы губернаторы но один раз но не два подряд пойти это первый случай такой это штаты такие вот они вот такие и но они все решают давайте вот там где чуть-чуть или туда упадет или сюда упадет вот они они в общем то но не все решать на президентских выборах они очень много решают на других выборах может быть не так много но тоже важно и вот нынешний новоизбранный губернатор республиканец штата вирджиния умудрился умудрился с одной стороны как бы успокоить сторонников трампа то есть он косточку бросал но с другой стороны он достаточно удаленно так сказать был относительно трампа он не привлекал его к своей компании он не не ссылался на него не клялся в верности вот на каждом шагу и так далее так далее а он наоборот вот какие-то внутренние вопросы которые людей там на местности волнует вот он вот вот этим занимался то есть ему удалось ему удалось уйти от референдума трампу а сосредоточиться на вот обычных вопросах которые всегда на выборах как бы в общем то я определяют кто победил и одни говорят вот наконец-то мы нашли значит стратегию да не дать демократам поставить знак равенства между вот этим человеком и трампом что на самом деле клеймо такое в общем серьезно не дать и вот этого сделать а сосредоточиться вот на этом как это сделать но вот надо вроде косточку бросить в то же время на расстоянии вытянуть и руки так сказать его держать и так далее так далее очень как как казалось бы они нашли путь проблема этого пути состоит в том что есть сам трамп и вот этот сценарий его меньше всего устраивает он он абсолютно не человек партийный для него партия это он так как вот люди 400 государствует я правильно вид но кто какая-то там партия ему пофиг ему пофигу какие-то кто там будет палате представителей в сенате там и так далее так далее он не занимается партийным строительством он не занимается интересами партии как бы помимо себя лично то скажем вот если то что лично он вот партия должна радовать поэтому сидеть в и делать вид что он ни при чем что от него можно вот так вот отстраниться и и в общем это не его роль совершенно не та роль которую он себе отвел поэтому то есть как бы с одной стороны у них какой-то план появился вот какой-то такой план с другой стороны да но с другой стороны реализации этого плана в широком таком диапазоне она представляется проблемами кроме того все таки мы видим вот человек который стал губернатором да и вообще люди на этом уровне это все-таки люди которые давно в политике давно в исполнительной власти которые знают механизмы которые в общем опытные люди сейчас в политику идет очень много людей которые не имели и не имеют никакого отношения к политике но они идут как бы под флагом такого кондова трампизма и дальше трамп говорит вот он да под силу личной преданности кандидата вот и дальше поскольку народ сыскать поддерживает трампа то они вот за него голосуют и вот мы видим там тренер по теннису понимаете сенатор даже не член палаты представители сенатор тренер по 5 что такое сенат чем вообще за нас и сенаты палаты представителей они занимаются законотворчеством друзья не работают над законами это за редчайшим исключением это люди с юридическим образованием и с практикой с опытом работы юриспруденции либо адвокатами либо судьями либо прокурорами нам и так далее вот ну то есть вот они они в общем-то все оттуда во всяком случае с юридическим образованием потому что трудно над законами работать если ты вообще не понимаешь что такое закон как он работает и так далее поэтому сейчас пошло много народу которые в общем-то им достаточно достаточно клясться верности трампу если они это делают лучше чем клянутся другие то вот он уже как бы и номинирован понимаете а дальше остается на выборах победить вот это уже проблема это уже проблема особенно там где вот замешанные избирательные участки где-то мы такая публика и сякая публика и так далее там уже сложнее в общем друзья интересно будет через год посмотреть что там у них получится вот я хочу сказать нас еще впереди времени много за год может произойти я повторяюсь но я говорил об этом что за год очень много чего может произойти за год забывается там 95 процентов того что сегодня может быть кого-то волнует появляются новые раздражители так что поглядим поглядим в общем вот такой какой-то такой обзор с моей стороны о том что произошло на этих выборах и что это показало там очень много можно всякого рассказывать вот там допустим что вот демократы в частности значит они оттолкнули от себя афроамериканцев которые обычно 90 процентов голосуют за демократов потому что афроамериканцы и латинос тоже они не доверяют государственным всяким этим программам вакцинам всем этим делам а тут их как бы может сказать пихают на то чтобы вакцинироваться и это как бы оттолкнула какой-то вот демократический электорат то есть можно миллион всего можно там собрать конечно это что байден пока ему не очень удается да какие-то вещи внедрить из из обещанного таким образом электорат как бы демократический не настолько знаете как она энерджайст да то есть он чтобы пойти на выбор они просто не идут на эти выборы потому что итоги выборов это не только изменение настроения в обществе среди постоянного количества голосующих вот есть постоянное количество это меняется стране нет это изменение настроения сказывается на то что они просто не голосуют то есть если бы они пришли голосовать они не стали голосовать за этого но они просто не пришли и короче ворох всего можно там натащить обсудите поговорить и так далее так далее но вот я как бы рассказал то что мне кажется прикольненьким таким в этом смысле счастливо